Продолжение следует... Забвение и обида. Совершенное прощение. Поскольку совершенное прощение основано на любви. А любовь, она растворяет собой все. Правда? То есть, то, что мы не забыли обиду, это некая тень. Там, где есть любовь, там есть абсолютный свет. Там есть Бог, который выжигает все остальное. И у нас просто нет необходимости, нет нужды, даже нет возможности внутренней с вами будет носить внутри себя обиду, если мы наполнены любовью. Наоборот, мы постараемся не просто простить, не просто забыть обиду, а еще нас будет тянуть всячески, сделать некое благо, да, явить любовь в возможных нам формах к нашему обидчику, к тому, кто был когда-то нашим врагом. Но это, конечно, в совершенной некой реальности, которой мы все с вами стремимся и не все пока достигаем. А так, есть разница, потому что простить мы должны, и мы обязаны простить. Простить — это значит открыть двери своего сердца, своего дома для обидчика. Часто бывает так, что тяжелейшие раны наносят друг другу люди, и они после этого не могут уже быть, например, близкими друзьями, хотя они могут стоять рядом в храме, например, и причащаться из одной чаши, но близкой дружбы нет. Здравствуйте, здравствуйте, до свидания, до свидания, как дела, все хорошо. Близкой дружбы, какой она была раньше, нет. И она не всегда может вернуться, и не надо стремиться вернуть ее обратно, потому что есть вещи, которые просто не возвращаются, правда? Потому что нанесение таких ран друг другу свидетельствует о том, что мы не очень хорошо друг друга знали. А если мы не очень хорошо друг друга знали, значит, что наша дружба не была уж такой прямо безоблачной и прекрасной. Поэтому становиться в тех же формах и в тех же рамках она вряд ли сможет, потому что мы открыли нечто другое о человеке, что просто сделает почти невозможным для нас дальнейшее общение и пребывание. И очень тяжело забыть. Точно так же, как тело, если ему наносят рану, оставляет на себе шрам, точно так же и душа наша горделивая оставляет на себе шрамы от соприкосновения с другими людьми. Продолжает помнить эту боль. Но мы обязаны... Простить это значит вернуть человеку возможность обращаться к нам в любое время. Это значит, если человек придет, ты дашь ему то, что он просит. Если он попросит помощи, ты поможешь. Если он попросит совета, ты поможешь. То есть ты примешь его как не врага, не как того, кто нанес тебе какую-то рану. Это и есть прощение. Забыть очень сложно. Очень сложно забыть. Забвение потом еще связано с опытом, знаете. И этот опыт, он очень многое меняет в нашем отношении к Евангелию, например. Святые отцы, кажется, Максим Исповедник спрашивает, может ли любовь настоящая не доверять? Потому что по определению апостола, любовь всему верит. И говорит, что да, любовь может не доверять в некоторых случаях, когда она уже была несколько раз обманута и предана. И это делается для блага же того человека, который обманул тебе и предал. Ну, к примеру, человек просит у тебя денег на хлеб. Ты даешь ему денег на хлеб, он идет и покупает на них, не знаю, водку, да, или тратит на что-то другое. Потом еще раз приходит к тебе, ты знаешь, что он обманул тебя. Еще раз тебя обманывает, ты еще раз даешь ему. В третий раз, когда он придет, ты не дашь ему денег на хлеб. Ты купишь ему хлеба, я так думаю, да, скорее всего. То есть ты любишь его, ты принимаешь его, но ты не имеешь к нему доверия. Ради же его же блага, с другой стороны, правда. Был такой случай, был замечательный, я всегда его привожу в пример. Был такой удивительный старец, отец Ипполит Халин. Слава Богу, мне довелось еще в юности его видеть, и хоть что-то успеть у него там спросить, как-то с ним пообщаться. Да, и у него был случай, он всех бомжей, все бомжи со всей России съезжались к нему взимовать в монастырь в Рыльский. И он всем что-то помогал, давал, а вот очередной какой-то, говорит, отец, мне надо пойти зубы сделать в город, монастырь был за городом, за Рыльском, дай мне денег. Он ему дал денег, и они все пропили. Он еще раз приходит, говорит, дай мне еще раз денег на зубы, прости, вот бес попутал там, он ему еще раз дает денег. Вот, тут опять идет, пропивает все. Потом приходит, говорит, ой, отец, прости, прости. Он говорит, хорошо, да, конечно, Бог простит. Берет монаха или послушника, дает ему денег, говорит, иди с ним в город и заплати, чтобы проследи, чтобы мы сделали зубы. Вот так, да? Вот это любовь, это любовь, которая не доверяет, впрочем, будучи обманута. Но она переживает тоже о благе, правда, ведь не просто там. Он пошел и напился, да, и принес вред своей печени, там, или сердцу, или мозгу. А ведь он и грех совершает, правда, обманывая святого человека. Тяжелый грех. Зачем же ему позволять это делать? Вот так. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео. Субтитры создавал DimaTorzok